Несмотря на попытки европейских валют отыграть потери в паре с долларом, находящимся вблизи своего 20-летнего пика, по отношению к ключевым мировым валютам, инвесторы все же продолжают удерживать свои позиции на покупку доллара. Последние макроэкономические данные Соединенных Штатов лишь усиливают спрос на доллар в надежде на сохранение агрессивных действий ФРС в попытках затормозить уровень инфляции до 2% годовых, а между тем в Европе. Предварительная оценка инфляции в зоне евро показала ее рост за сентябрь месяц с 9,1% до 10%, что существенно превзошло прогноз в 9,7%. А ведь во многом именно появление подобных прогнозов и способствовало вчерашнему росту не только единой европейской валюты, но и фунта. Да, и практически всех других валют тоже. Если инфляция в Европе продолжает расти и ставить новые рекорды, то это значит, что Европейский Центральный Банк будет не просто повышать процентные ставки, но делать это довольно долго и агрессивно. Тогда как в Соединенных Штатах инфляция снижается уже 2 месяца к ряду. То есть у Федеральной резервной системы есть все основания для постепенного прекращения ужесточения монетарной политики и подготовки к первому снижению ставки рефинансирования, пусть не сейчас, но уже в первой половине будущего года. И может случиться так, что ФРС начинает снижать ставки, а ЕЦБ все еще будет продолжать их поднимать. Вполне возможно, в какой-то момент уровень процентных ставок в Европе даже окажется выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно эта перспектива и способствует ослаблению доллара. А учитывая более сильный рост инфляции в Европе, вполне возможно, что уже со дня на день евро вернется к паритету с долларом. Но пока мы видим, как валютная пара евро-доллар находится в стадии восходящей коррекции от локального минимума нисходящего тренда, вследствие чего позиции по евро укрепились в стоимости примерно на 3,2%. Это около 300 пунктов. Несмотря на то, что объем восходящего хода немалый, евро все еще стоит дешево. Сохранение на рынке коррекционного хода вполне может вернуть котировку к уровню паритета, и технический сигнал о дальнейшем росте возникнет после удержания цены выше уровня 0,9850. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0,9750. И стоит отметить, что в последнее время рынок сильно подвержен спекуляциям, и по этой самой причине могут возникать хаотичные скачки цены, при которых будут игнорироваться сигналы технического анализа. При этом валютная пара фунт-доллар завершила амплитудное движение в диапазоне 1,0630 и 1,0930 и вырвалась в зону выше верхней границы, вследствие чего возник технический сигнал о продолжении коррекционного хода от минимума нисходящего тренда. Масштаб укрепления фунта стерлингов практически сопоставим с недавним обвалом, при том, что фунт все еще перепродан при его рассмотрении в среднесрочных и долгосрочных временных периодах. Тем самым сохранение на рынке действующей коррекции может привести к последующему укреплению стоимости британской валюты по направлению к районам 1,1410 и 1,1525. Альтернативный сценарий развития событий, при котором нисходящий цикл может возобновиться, будет рассмотрен трейдерами после удержания цены ниже уровня 1,10000 на дневном периоде. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Мы желаем вам профитных сделок и вместе с ИнстаФорекс и ждем вас на нашем канале с новыми видео. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!